Вообще, в последнее время, конечно, наша работа очень сильно поменялась, потому что все меньше людей, как бы, журналистов присутствуют на месте и могут делать какие-то репортажи и так далее, и материалы, и видео, и так далее. Но, тем не менее, у нас сохраняется, как бы, определенное количество внештатных сотрудников, с которыми, собственно говоря, я и работаю. Сложнее стало работать в том смысле, что люди стали больше бояться на месте, и очень многие перешли на работу под не своим реальным именем, а под псевдонимом. Журналистика становится запрещенной деятельностью. Сами журналисты боятся даже некоторые задания выполнять, потому что они понимают, что, например, это может представлять риск для жизни. Когда начались действительно боевые действия, я стала намного больше обращать внимание на баланс мнений и на проверку информации, что забирает, в общем-то, отбирает довольно много сил. Мои коллеги, например, занимаются верификацией видео, я занимаюсь проверкой как бы фактов, которые я вижу. Мне нужно это все проверить для того, чтобы быть уверенной в том, что это действительно правдивая информация. Это вот то, что актуально сейчас очень сильно в нашей работе.